здравствуйте ребята я очень рада сегодняшней встрече с вами с вами я учитель начальных классов школы лицея джет и ген нишанова чинара челдушбаевна ребята подумайте как вы понимаете смысл пословицы богат не тот кто много приобрел а тот кто много раздал сегодня у нас с вами необычный урок о чем пойдет речь на этом уроке мы сейчас с вами узнаем с помощью подсказки добро это ты и я добро это целая наша земля добро это праздник в семье добро это песня ручья по весне добро это радости море и смеха добро это также прекрасно как лето когда мама с папою рядом добро и люди идут улыбаясь но в общем добро это что-то такое что объяснить не в силах порою итак догадались о чем пойдет речь на нашем уроке тема нашего урока благотворительность это величие цели нашего урока узнаете что такое благотворительность и о людях которые занимаются благотворительностью познакомимся с благотворительными фондами кыргызстана перечислим качество щедрого человека составим правила благородства а также об условиях как можно стать добрым и щедрым человеком кто из вас знает что такое благотворительность кто занимался и занимается благотворительностью подумайте можно ли человека заставить быть добрым можно ли стать добрым на время сегодня ребята у нас необычная встреча и если оглядеться и внимательно посмотреть вокруг трудно не заметить что среди нас живут люди которым необходимо и дорого самое обыкновенное человеческое внимание и общение и чем больше ты делаешь для людей которые окружают тебя тем легче тебе живется ведь люди отвечают обычно тем же что же такое благотворительность благотворительность добровольное пожертвование в помощь нуждающимся или на какие-нибудь общественные нужды теперь рассмотрим как образовалась это слово благотворительность образовалась от слова благо творить творить благо творить добро нести добро людям в этом и и заключается суть данного понятия давайте вместе составим кластер благотворительности благотворительность это доброта помощь человечность великодушие благородство сострадание внимание милосердие ростки милосердия благотворительности заложены в нас с рождения даже маленький ребенок готов поделиться с нуждающимся всем что у него есть с течением времени обстоятельства вынуждают повзрослевшего ребенка прятать в глубине души благородные порывы благотворительной деятельностью может заниматься как один человек так и огромное предприятие мы помогаем другим потому что нам хочется это делать мы не отдаем долг мы делаем сознательный выбор поэтому процесс оказания помощи должен приносить радость нам самим как правило помощь крупных предприятий выражается выделение денежных средств на ремонт детских учреждений на приобретение компьютеров в школы на приобретение игрушек и одежды в детские дома на развитие детских творческих коллективов спортивных секций очень часто артисты организовывают большие концерты спектакли а все собранные за билеты деньги перечисляют в детские дома в дома престарелых интернаты для инвалидов то есть безвозмездно помогают самым беззащитным людям благотворительность может быть направлена на охрану памятников культуры защиту окружающей среды некоторые люди выделяют деньги на научные исследования дарят книги картины предметы старины библиотека картинным галереям краеведческим музеем музеем искусств таких богатых людей которые поощряют развитие науки искусства творят регулярно добрые дела и начинания называют меценатами как вы думаете занимаются ли люди благотворительностью в кыргызстане мир не без добрых людей среди нас есть люди которые всегда рады помочь тем кто нуждается в помощи и эти люди сотрудничают с благотворительными фондами благотворительные фонды спасают жизни силами добрых и небезразличных людей они помогают и тем кто желает творить добро и тем кто нуждается в поддержке элим барсамбы общественный благотворительный фонд с 2008 года создан фонд элим барсамбы мой народ где ты который решил поддержать самую уязвимую часть общества матерей одиночек сейчас подопечными фонда являются полторы тысячи человек многим он помогает на регулярной основе кому-то помогает решить возникшую серьезную проблему основная миссия фонда оказание помощи всем нуждающимся которые проживают в кыргызской республике фонд помощи ближнему этот фонд призван объединять граждан в опросе помощи ближнему в этом проекте объединились несколько общественных организаций чей миссией является помощь населению и нуждающимся в их числе общественные фонды гражданская платформа помогать легко фонд права защиты детей сирот этот фонд помогает адаптироваться во взрослой жизни выпускникам детских домов пока с помощью этого фонда частично удалось решить проблему жилья и трудоустройства выпускников детских домов давно уже замечено что добрый человек всегда окружен искренними людьми это достоинство нельзя сравнивать ни с какими материальными благами всем известно что доброту и любовь нельзя купить за деньги добрый всегда найдет поддержку и утешение в радости других людей доброта как волшебное лекарство способна вылечить людей от многих недугов надо научиться быть добрыми ко всему окружающему ребята как вы знаете существует очень много пословиц и поговорок о доброте какие пословицы и поговорки о доброте знаете вы давайте соберем пословицы не одежда красит человека а его добрые дела торопись на доброе дело а худое само приспеет не хвались серебром а хвались добром кто добро творит того бог отблагодарит худо тому кто добра не творит никому доброе дело питает и душу и тело делай другим добро будешь и сам без беды кто любит добрые дела тому и жизнь мила за добрые дела за добрые дела добром платят молодцы ребята как вы понимаете смысл народные пословицы за добро добром и платят а если не заплатили тогда как поступить человеку давайте послушаем сказку как белочка дятла спасла и подумаем какое доброе дело совершила главная героиня среди зимы потеплело пошел дождь а потом снова ударил мороз покрылись деревья льдом обледенели шишки на елках нечего есть дятлу сколько не стучит а лед до коры не достучиться сколько не бьет клюва сколько не бьет клювом шишку зернышки не вылушиваются сел дятел на ель и плачет падают горючие слезы на снег замерзают увидела белочка из гнезда дятел плачет прыг прыг прискакала к дятлу почему это ты дятел плачешь ничего есть белочка жалко стало белочки дятла вынесла она из дупла большую еловую шишку положила между стволом и веткой сел дятел возле шишки и начал молотить клювом а белочка сидит возле дупла и радуется и бельчата в дупле радуются и солнышко радуется ребята вам понравилась сказка давайте подумаем какие чувства у вас вызвали герои сказки как поступила белка какое доброе дело творила главная героиня могла ли белочка поступить иначе чем бы это обернулась в заключении этой сказки хочется вспомнить народную мудрость самое плохое дело имея возможность не хотеть творить добро тому кто в нем нуждается доброта добрые поступки взаимопомощь милосердие внимание друг другу толерантность в нашем обществе живут по сей день часто по радио и телевидению звучат именно людей которые не имеют возможности перечислить средства на благотворительные цели но готовы поделиться последним таких людей становится все больше совершив добро наслаждайтесь тем что другому человеку стало хорошо комфортно от добра добра не ищут гласит пословица хорошо бы научиться искренне дарить добро не ожидая какой-либо выгоды и ответа если вы научитесь этому то вы богатый человек а теперь давайте прочитаем заповеди человечности не убивай и не начинай войны уважай мысли и чувства братьев своих чти родителей чти природу как мать свою и помощницу пусть живет все живое и мыслиться все мыслимые а теперь давайте поиграем в игру аукцион слов представьте себе что перед вами весы с двумя чашами распределите эти качества на одну чашу поместите положительные качества на другую отрицательные трусость хвастливость лживость жестокость глупость безделье скупость невежество решительность любознательность правдивость ответственность стыдливость честность дружелюбие храбрость надежность терпеливость гордость смелость товарищество доброта благородство тактичность вежливость пунктуальность скромность бестакность обидчивость давайте теперь посмотрим в какой чашке больше положительных или отрицательных качества молодцы положительных больше сегодня многие из вас радостью совершают добрые дела ежедневно ежечасно не задумываясь об этом и главное чтобы это качество творить добро не угасало а лишь росло вас ведь совсем скоро от вас взрослых людей от ваших поступков многое будет зависеть семье коллективе стране поэтому я надеюсь что вы осознали что только на добрых делах держится мир нам приятнее находиться в обществе добрых людей но для этого мы должны быть сами добрыми людьми давайте составим с вами правило доброты пользуясь которыми мы станем по-настоящему добрыми правило доброты помогать людям защищать слабого делиться последним с другом не завидовать прощать ошибки другим помни попробуй не наступить а уступить не захватить а отдать не кулак показать а протянуть ладонь не прятать а поделиться не кричать а выслушать не разорвать а склеить попробуй и ты увидишь какими теплыми радостными спокойными станут твои отношения с окружающими людьми какое удивительное чувство согревает сердце старайся ради себя самого не причинять вреда другому человеку и еще помни добро то что способствует моральному совершенствованию человека и спасению его души зло то что способствует моральному ухудшению человека толкает на дурные поступки в каждом из вас есть маленькая частичка доброты как маленькое солнышко с таким человеком комфортно везде добрый человек любит природу любовь и помощь доброго человека согревает как нежное весеннее солнце не стой стороне равнодушно когда у кого-то беда рвануться на выручку нужно в любую минуту всегда и если кому-то поможет твоя доброта и улыбка твоя ты счастлив что день не напрасно был прожит что годы живешь ты не зря желать вам не закрывать душу для добрых дел и всегда быть готовыми помочь в трудную минуту любому человеку кто в ней нуждается но помощь должна быть незаметной бескорыстной если делаешь доброе дело ты не должен кричать о том какой ты благородный настоящее благородство не громкое она остается в тени будьте добры и добро вернется к вам назовите тему нашего сегодняшнего урока какие цели мы перед собой ставили узнали о благотворительности и о людях которые ею занимаются познакомились с благотворительными фондами кыргызстана перечислили качество щедрого человека приобрели эти качества составили правила благородства а также поговорили об условиях как можно стать добрым и щедрым человеком молодцы вы еще дети но впереди вас ждут славные дела вы сделаете нашу планету красивой но прежде вы должны вырасти настоящими людьми то есть смелыми отзывчивыми вежливыми добрыми трудолюбивыми ведь делать добро творить добро это здорово и по жизни вы должны идти дорогою добра спешите делать добро старайтесь каждый день приносить людям пользу на этом ребята наш урок подошел к концу до новых встреч